Привет, друзья! Продолжаем дегустировать сорта пива религийской пивоварни Роман. И сегодня вашему вниманию представляю очередной сорт Генс Строп. Содержание алкоголя в данном пиве 6,9%, плотность его 15%. Пивоварня нам уже известная, Броверич Роман Эн Ви. Бутылочка выглядит вот так вот. Она абсолютно идентична предыдущим бутылкам пива этой пивоварни. Дженс Строп, генская петля, в переводе на русский язык. Значит, на этикетке, собственно, нарисован человек с петлей на шее. Это бельгийский Эль, стронг блонд, то есть крепкое светлое пиво. Варят его по технологии верхового брожения с повторной ферментацией в бутылке. В составе ячменный сок, хмель, сахар, дрожжи и вода. О пивоварни я вам уже рассказал в предыдущих своих дегустациях. Сегодня расскажу о истории возникновения названия данного пива. Итак, генская удавка или петля. Название данного пива обязано жителям Гента, которые во времена правления императора Чарльза в 1500 каких-то там годах в качестве протеста против налогов на войну устроили шествие в рясах и с удавками на шее, символизируя тем самым свое повешение за неповиновение. Кстати, данная тема довольно-таки актуальна сейчас в Украине, потому что каждый украинец сейчас платит налог на войну. Собственно, за это жители Гента и были прозваны носителями удавок. И в наше время в определенные дни жители Гента устраивают хождение с удавками на шее, тем самым отдавая дань истории своего города и чья традиции. Давайте же попробуем это пиво с таким пафосным историческим названием. Наливать его рекомендуют одним движением, оставляя осадок в бутылке. Пиво светлое, все такого же мутноватого содержания, как и предыдущие сорта пивобарни Роман. Очень устойчивая, крупнозернистая пена при абсолютно неинтенсивной карбонизации. Посмотрите, как это выглядит. Чем же оно пахнет? Легкий запах солода и хмеля с фруктовой ноткой. Честно говоря, оно мне пахнет точно так же, как и Галуиз Блонд. Точно так же, как и Энэйм Блонд. Фрукты и солод. Пиво очень плотное. Горьковато-дрожжевой такой привкус у него. Присутствует легкий привкус специй. Скорее всего, это кориандр и гвоздика. Конечно же, присутствуют фрукты. Причем, этот привкус фруктовый, он какой-то фирменный, бельгийский. У меня небольшой опыт дегустации бельгийских сортов. Но после вот этого небольшого опыта, у меня складывается впечатление, что бельгийские пивовары добавляют в свои сорта пива некую стандартизированную, унифицированную добавку. Потому что вот этот фруктовый привкус, он практически одинаков. У всех единственное, что отличает различные сорта, это вот добавление неких специй. Но этот привкус очень классный. В данном пиве в послевкусе чувствуется очень отчетливо, продолжительно и приятно хмелевая горчинка. Думаю, что под данный сорт пива отлично подойдет сыр с плесенью, например. А о других сортах пива бельгийской пивоварни Роман вы узнаете в моих последующих дегустациях. Пейте хорошее пиво, заходите на мой канал, подписывайтесь, будет интересно. Когда-то королева Виктория сказала следующие слова. Дайте своему народу много пива хорошего и дешевого. И у вас никогда не будет революции. Пока-пока, друзья.